доброго времени суток зрителям встречаем гостям нашего канала с вами россии и мы находимся на роли game онлайн продолжаем мы с вами играть в mountain blade warband это четвертое видео по данной игре в прошлом видео мы с вами провели операцию по освобождению брата купца который был в заложниках в логове бандитов также мы немножко наняли свой отряд в общем помогли окружающим селам и поселением избавиться от бандитов немножко побили рожи дезертиром в общем занимались всеми такими светскими делами в этом же видео мы с вами возьмем задание у купца следующее это нужно навалять людям продажного капитана и в общем спасти город от коррупции бандитов которые пробираются сюда и грабят честных граждан большое спасибо лорду винсент и годфрэю который оставил мне комментарий подсказал чем мне нужно заняться кого нанимать в таверне указал на мои ошибки большое спасибо что оставил комментарий большое спасибо что в этом плане поддерживаешь я постараюсь исправиться и постараюсь прислушаться к этому чтобы сделать игру немножко лучше с моей стороны а сейчас перейдем от лирики перейдем к выполнению задания и первым делом как мне подсказали подойдем к этому мужчине усатому но это арбалетчик наемный я понял что такое герои я понял что такое офицеры мы обязательно потом зайдем другую таверну и посмотрим в общем давайте сначала подойдем к нашему купцу и что нам скажет вообще так мне нужно только одно чтобы кто-то повел мою маленькую армию в бой думаю вы с этим лично справитесь что скажете откуда мне знать что вы говорите правду пожалуй могло такое случиться что я нашел дюжину бандитов которые согласились бы отдать жизнь ради того чтобы бомбануть саргот не думаю что смогу доказать вам истинность моих слов нос но коль скоро вы верите деньгам я готов подкопить мой рассказ 500 динарами они станут вашими как только вы согласитесь оказать мне эту небольшую услугу так что вы скажете хорошо я поведу твоих друзей вот и хорошо давненько я не ставил так много на одну карту мои люди ждут ваши команды вы готовы да мы можем начинать отлично итак в бой задайте им жару чтобы капитан его прихвост не опомниться не успели и да поможет вам небо так вы выходите из таверны и отправляетесь бродить по улицам почти на каждом углу вы замечаете нервных молодых людей от них веет смесью страха нетерпения и гордости похоже под одежду у них спрятаны кинжалы и дубинки молясь чтобы ваших врагов не спугнули эти недотёпы вы еще раз проверяете оружие и готовитесь начать бой я уже готов нажимаем продолжить так вот эти пацаны короче как я понимаю наши пора ребятки в бой я думал пока ребятки так появились держись братишка бэмс давать от этого гола пузика гола пузика получи 4 как-то маловато ребятки он убил к женщину он женщину убил казните его кто там еще у нас остался вон еще он женщина с кулаками машет сквозь сено проходит получи все это все это все да это все несколько уцелевших разбойников разбегаются по узким проулкам города их тут же хватают горожане убедившись в том что победа осталась за вами и позаботившись о раненых вы вместе с торговцем отправляетесь к нему домой обсуждать события прошедшего дня пошли те к нему домой зачастили к нему в гости так ру 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 мы сделали заданием торговец и сарго таха отличная работа вы достали по крайней мере троих продолжайте в том же духе и вы станете великолепным бойцом к сожалению несколько моих парней были ранены пойду их проведу да даруют нам небеса победу скажем так да да сейчас капитан сидит у меня в задней комнате а парочка моих ребят держит нож у его горло осталось перевести этого мерзавца королю рагнару и рассказать ему все по порядку но с этим мы справимся без вашей помощи давайте вот что сделаем если все будет благополучно я встречусь с вами в таверне и расскажу что да как если меня там не будет а мою голову выставить на пике над городской стеной думаю вам лучше на время покинуть город и забыть все что здесь произошло ну что же надеюсь еще свидимся давай покусики покусики парень береги себя пусть небо тебе поможет так мы с вами давайте отдохнем немножко в сарготе после битвы восстановим свои жизни обязательно я сейчас хочу отправиться в соседний город зайти там в таверну может я найду какого-нибудь офицера и хочу взять свои ряды я одену его вещи которые набрал у бандитов так ух ты смотри сколько армии пришло капитал раньше большим а я потерял шестьдесят пять динаров увидели какой богач 1200 копеек ребята это очень много для меня сейчас так все короче я уже набывался здесь так значит 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 давайте посетим еще раз таверну кто тут у нас стоит ты кто наемный мечник ну давай мечник за 800 динаров 5 я не хочу я лучше потом кого-нибудь другого на ему так давайте уходим какой тут ближайший у нас город я имею ввиду такой он тир давайте в киру поедем и посмотрим кто там есть в таверне так отряд эмир более разоряет деревню амашак потом тоже будем разорять обязательно я не знаю скорее всего как я понимаю здесь можно там делать какие-то массовые движения типа там захватывать становиться вассалом короля чтобы у нас были свои вассалы в общем я конечно никогда до такого не доходил хоть и раньше играл в mountain blade но ребят все бывает в первый раз я надеюсь будем разбираться если кто-то что-то знает пожалуйста подсказывайте я всегда рад ответить людям которые принимают какую-то активность и комментируют или лайкуют или дизлайкает видео кстати братан неизвестный который дизлайкнул первое или второе видео по этой игре спасибо тебе за дизлайк очень приятно что я кого-то раздражали кому что-то не нравится поэтому спасибо и за лайки и за дизлайки ребят если не подписались на канал обязательно подписывайтесь этим временем мы пришли в город кир так давайте сразу отправимся в таверну так уже вижу кто-то у нас стоит так ты кто путешественник мы с тобой поговорим обязательно потом так а ты кто о борча это как раз тот человек за которого говорил винсент годфрей так давайте посмотрим здравствуйте уж не охотника были разыскиваете на рынке может и так о сэр это долгая история метод были какие проблемы в кир мне попалась привязана у трактира лошадь точь-в-точь та примерская тварь которая сбросила меня избежала за несколько дней до этого я решил рассмотреть ее получше возьми да и движи повод оказалось лошадь нажала купцу старому толсту рожьему козлу который слушать меня не пожелал сразу позвал сторожу но если бы рядом со мной были люди готовые за меня поручиться все бы обошлось тогда моя благодарность не знала бы границ так возможно ну как не знаю что такое попробуем господин мне очень жаль что вы так подумали я буду перед вами в большом долгу и при первом же случае выкажу свою благодарность мне не раз приходилось бывать в диких местах я умею передвигаться очень быстро даже в самой густой чаще а еще умею читать следы и составлять карты так что вы скажете хорошо вы нам пригодитесь я пригожусь вам господин не сомневайтесь я хочу попросить вас только об одной вещи перед тем как мы уйдем не могли бы выложить мне 300 динаров мне очень стыдно просить вас но я задолжал трактирщику за несколько дней и он уже не верит что у меня полно золота в чем я так его долго пытался его убедить если увидишь что я ухожу с вами не заплатив могут возникнуть большие проблемы ладно как я понимаю за офицера 300 динаров немного так отлично дайте мне несколько минут на подготовку и можно будет отправляться так мы наняли уже первого нашего бойца так кто тут у нас опять мечники тут дешевле конечно но ребятки их и четыре человека ладно нам пока не нужны новые люди у нас есть тем что нам расскажет путешественник не хочу тебе что-то не было продавец книг здравствуйте господин интересуются книгами покажите что у вас есть так что это такое трактата ценности вещей цена покупки батюшки какие недорогие ребят если кто-то знает а я думаю что винсент годфрей должен знать обязательно а может и не знает но узнает и не обязательно подскажет если ему будет не жалко для чего нужны книги чё чё это мне даст да если вот я начну читать как бы что она мне статы повысит наверное по логике вещей ладно нет спасибо книги мне не нужны потому что я не богач путешественник так здравствуйте дружочек я пути по кальдри и слежу просматриваю по сторонам немного могу продать и кое-какие секретики какие секретики им продать видел мне денег нет нифига так что я хотел давайте отправимся на рыночную площадь разным товаром и чего-нибудь продадим так что у нас по щитам 334 384 ой у нас щит вообще плохой давайте возьмем хотя бы треснутый северный щит себе так двуручные топорики у нас есть 23 рубящий это что вот зазубренный одноручный солдатский топор я что тут подумал я хочу что паром ходить они с низ фальшионом так здесь у нас что такого ну вижу ничего тут интересного нету 33 плюс 7 34 получше будет получше ладно давайте короче пока продадим 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 ладно пока ничего не будем продавать нет ну вот этот наш щит можно продать вот этот вот и вот этот вот 16 динаров стыдно так отряд где я хочу посмотреть на нашего борщу вот так говорить недельная плата одну копеечку нас берет до начальник дать ка я загляну на твои снаряжение и так у него начнет хердиский доспех 24 к защите тела мы ему дадим давайте какой-нибудь по пиже вот это давайте мы дадим вот такого периоде его сразу красавчик какой стал так давайте значит то есть у него только нож батюшки давайте тогда ему дадим еще шлем так 2925 давайте в 29 мы шлем такого приоденем обязательно насчет давать его вооружим тоже щитом вот теперь дадим ему тоже ржавый одноручный не может использовать нам нужно посмотреть его умение обязательно хорошо фальшон можешь фальшон можешь хорошо так надо же какой-то ему дать наверное этот скажите мне какой-нибудь лук там или арбалет но у нас такого пока нету так 14 защите ног еще раз я посмотрю ржавый нож мясника упускай так я думаю пока ну и так нам неплохую службу сослужит так что вы можете сказать мне о ваших навыках тэкс одноручное оружие все по 60 то есть ему так у нас такая золотая средина живучесть мощный удар атлетика верховая езда стрельба из лука у него не раскачена поэтому я думаю лук ему нету смысла давать так кого-нибудь можем повысить нет не можем хорошо давайте теперь тогда отловим с вами какого-нибудь бандюта вот они примеру дезертиры мы свободны теперь мы сражаемся только за себя отдавайте золото или мы вас убьем ребят плавали знаем как вы нас будете убивать давайте атаковать так я кстати тут подсмотрел такую штучку дрючку ребятки нажимаешь f1 даешь приказ примеру всем стоять все останавливаются я просто чисто случайно это обратил внимание наверное тут можно выстраивать какие-то так стоять здесь сомкнуть ряды к примеру мы можем сделать а вот тут мы можем пока прекратить стрельбу если у нас есть лучники есть и теперь мы можем к примеру стрелять по готовности и сейчас все наши лучники должны короче зоркие глаза по всем стрелять только я не вижу правда такому не вообще а вон они бегут ах вы заразы такие давайте где-то вот так так я хочу сразу спешиться потому что я хочу активно участвовать в боевочке которая будет происходить на земле так сказать текс где там наши так все стоим все стоим ребятки пока все стоим до новых приказаний не попал даже в колено что очень плохо ухты получено два ворона ухты еще получено ухты-то меня сейчас убьют ребят ладно в атаку и использовать любое оружие все берем короче щита на него сейчас реально стреляют смотрите что то делает вообще вперед но мы щит он весь уже из истрелян начинаем их рубить опа получи что ты по он бежит а вот и не бежишь я тебе заметил коварный типок в общем этот бежит давайте сейчас мы зарядим смотрите что они сделали с моим щитом просто друшлаг из него сделали не попал ребятки ну ничего в общем нам снесли пол хп хорошо что нас еще не убили у нас потери как я понял не такие большие ну не знаю это так стрельну все они попал в общем пусть убегает в общем это была рога я практически славная победа я даже пару человек убил это уже для меня результат может быть когда-нибудь какому-нибудь по счету видео мои руки немножко будет пример чем сейчас так нажмите tab если вы потеряли крестьянку ну женщина на войне знаете ли о есть лук есть ржавый топор ну ручная давайте в общем обязательно все позабираем потом по продаем все некоторые бойцы готовы к повышению пехотинец норд мы можем повысить такую троечку сделать лучника можем повысить но это походу все да да это все 60 процентов у нас хп-шечки давайте вернемся в тир немножко с вами еще там отдохнем я так подразумеваю что когда отдыхаешь то повышается хп-шечка давайте еще раз зайдем в таверну может появиться какой-нибудь еще супер герой который хочет на присоединиться мне там он не появился наверное нужно будет отправляться в другой город для этого чтобы найти ребятки а вот на этом пожалуй все спасибо вам за просмотр ставьте лайк или ставьте дизлайк оставляйте свои комментарии подписывайтесь на наш канал будьте в курсе событий обязательно обязательно пишите мне пишите пишите еще раз пишите вступайте в нашу группу вконтакте которую я пытаюсь я создал и пытаюсь забивать ее хорошим контентом давайте наберем как я и говорил 100 подписчиков и проведем какой-нибудь конкурс с вами был росси всем пока